Тем более, что день сегодня-то непростой. Сегодня день о любви, семье и верности, о чем мы уже говорили не раз. И грех было не позвать в такой день к нам людей, которые к этому празднику имеют самое непосредственное отношение. Причем здесь даже такой многослойный смысл в плане верности, потому что верность еще и долгу тут есть. У нас необычная семейная пара. Представляем Алексея и Татьяна Запьянцевых. Как видно из форумы, понятно в какой сфере трудится. Семья, можно сказать, на работе, в одной работе трудится. Итак, у нас Алексей, заместитель начальника отдела полиции номер 6 МВД России Красноярская. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 8 МВД России Красноярская. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, как так случилось? Вы на работе сошлись в одну семью? Да, или дот. Да нет, мы, как и обычная семья, в студенческие годы познакомил. У меня друг детства, Евгений Пилипенко, мы с ним вместе учились в школе космонавтики в 45-ке, Красноярск-45, Зеленогорск. Ну, и после этого, уже когда здесь учились в Красноярске, значит, он познакомился со своей сестрой, он понравился друг другу, ну и в дальнейшем уже поженились. А тогда в полицию как попали, так что? Это там долгая история. Я в свое время, ну, как и все студенты иногда подрабатывают. Подрабатывал на базе, охранял базу. И на базе начались кражи. Ну, и пришлось собрать товарищей, с которыми вместе работают. Это тоже были студенты, значит, устроили, так сказать, засаду. Ничего себе. Да, да, сидели, ждали, но они не пришли. А на следующий день при обходе участка, то есть при обходе базы, значит, услышал стук, спустился, смотрю, пролом в стене. Заглянул там их, ну, трое-три человека, ну, все, пролом перегородил, все, задержал, вызвал. Приехали милиционеры. В дальнейшем уже старший следователь Ленинского тогда РУВД, Коваленко, подполковник, значит, ну, при допросе сказал, ну, молодец парень, проявил оперативную смекалку. Приходи к нам, да, я поднялся в кадры, все, я попал в орган внутренних дел. И 14 февраля я уже был, был уже в приказе. В тот момент я еще, я еще тогда даже учился, ну, в институте, еще даже не закончился тут, но уже был сотрудником орган внутренних дел. А вы, Татьяна, да? Татьяна, да, а вы как? Ну, я поступал мужа, впоследствии, после рождения ребенка я пошла тоже, стала тоже сотрудником. Полагается настоящей жене, ее жене декабриста, практически, да, за мужем. Ну, работа, понятное дело, я думаю, все понимают, что непростая, и даже в том смысле, что это же и дежурство, да, вот как удается совмещать, одно дело, когда там муж или жена работает, да, тут... Получается, оба, да? Да, ну, в разных отделах согласовываем графики, ну, с своим руководством, я со своим руководством, как-то выходить приходится из положения. Ну, а на работе вообще там пересекаетесь, видитесь как-то постоянно или как? Или не получается? Нет, только по рабочим моментам, когда необходимо там что-то, либо мне узнать, звоню жене, либо жене узнать, там... А вы когда вот встречаетесь по работе, вы как, официально обращаетесь? Конечно, как еще можно? Я не могу, как-то по-другому. Это дома мы муж и жена, а на работе мы сотрудники полиции. Ну, у нас есть фотографии из вашего семейного архива, можно посмотреть и прокомментировать. Расскажите, пожалуйста, вот дети у вас, да, я знаю, что тоже готовы практически пойти по стопам, да, в вашей профессиональной деятельности? Ну, да. Желание есть. Желание есть. Младший-то он спозиционирует всегда, что он там защитник отечества, все, он будет десантник, парашютист, десантник, все. Я буду там с парашютом и десантным, и из десантного этого прыгать, и все, у меня будет автомат. Ну, это вот как торжественный момент как раз, да, был? Да, да, да. Сочетание, сколько лет уже? 14 в этом году, 28 июня. Так, а старший? А старший, он более спокойный, ну, проявляет интерес, значит, ну, вот поступление в дальнейшем в органы внутренних дел. Ну, посмотрим, в любом случае. Может, династия получится. В любом случае, выбор будет за ними, то есть, какой бы они ни сделали выбор, мы его примем. А вот как раз мне интересно, сотрудники полиции сами, они хотели бы, чтобы их дети как раз пошли по их стопам или нет? То есть, выбор вот и... Да, ну, вы как отец, например. Ну, я как отец, я восприму это положительно, потому что, ну, во-первых, тот опыт, который у меня есть в дальнейшем, уже передам своему сыну. Ну, а профессия, я считаю, что достойная профессия, все-таки надо как-то родину защищать не только от внешних врагов, но и от внутренних тоже. Достаточно много, все равно это... Государство же что-то должно оберегать, общественный порядок тоже, поэтому... Ну, правильно. Кто, если не мы? Татьяна, к вам вопрос. Ну, вот профессия полицейского такая сложная, и, наверное, в данном случае даже на жену в большей степени ложится груз ответственности за создание комфорта внутри семьи, потому что муж пришел с работы с опасной и уставшей, да? А тут еще и вы, в общем-то, тоже в непростой такой же профессии работаете. Как удается-то вот держать комфорт? Есть секреты какие-то? Поделитесь. Да, особо секретов нет, просто я в первую очередь дома стараюсь, для меня семья все равно в первую очередь, и я стараюсь и смотреть, и как бы следить за этим, ничем они занимаются. Ну, секретов особо таких вот нет. Ну, а не тяжело совмещать, да? И психологически, наверное, и у вас усталость-то тут, а еще и нужно, не знаю, там, мужа тоже в комфорте... У меня, понимаете, такая установка, если я прихожу домой, все за дверями остается, все, вся работа вот там, а дома я, жена, я... Вот это, наверное, самое главное. То есть работу вы не обсуждаете дома? Ну, бывает, конечно же, и бывают советы, спрашиваем мы друг друга как-то вот в той или иной ситуации, как поступить. Ну, все равно пересекаемся, да, куда же без нее. А определенное волнение присутствует, вот друг за другом, все-таки действительно работаете, ну, не в офисе там, не на стройке там, не в простых условиях, да, а все равно есть определенная опасность? Ну, в принципе, я уже перешел с той должности, где непосредственно работа была именно с задержанными, где необходимо было задерживать. Я думаю, сейчас, наверное, уже, ну, раньше-то, да, раньше-то... Когда начинали, наверное, да? Раньше-то постоянно переживала жена. Там и притоны были, и задержания, и наркоманы, и все на свете. А у вас в чем работа заключается, то есть непосредственно тоже общение, я так понимаю? С детьми, с неблагополучными родителями тоже как бы тяжело такое противоборство как бы и матери, да, что вот часто там и детей забираем вместе с органами опеки. И бывало ли даже, когда начинала только в органах внутренних дел работать, что после дежурства приходишь к своим детям, садишься возле кроватки, и вот какие-то вот такие вот чувства возникают, что как бы и жалко, да, и других детей, но как бы в первую очередь должны быть свои все-таки дети. Ну что же, спасибо вам за то, что пришли к нам гости, поздравляю вас с праздником. Там, я напомню, у нас в гостях были Алексей и Татьяна Запьянцевых, замечательная семейная пара, 14 лет, и сколько на посту уже получается на боевом фактически? 14. 14 лет тоже, да? Отлично. Ну что, спасибо вам. Спасибо большое. Еще раз праздник.